Хнайка Бьюти представлена в серии из 8 оттенков. Очень богатые цвета идут от светлому к темному. Самый светлый оттенок в линейке это Light Brown, светло-коричневый, нежный, мягкий для теплых блондинок. Следующий оттенок это Graphite, чуть более насыщенный сам по себе, предназначен для холодных блондинок и холодных русых девушек. Но тоже также очень нежный и деликатный цвет. Шоколад. Мягкий, натуральный, очень теплый шоколадный цвет. Предназначен для теплых шатенок, теплых русых или неглубоких брюнеток, которые предпочитают теплые оттенки в окрашивании. Цвет Foxy. Янтарный, огненно-рыжий, мармеладный оттенок. Предназначен для девушек, поцелованных солнцем, яркий, насыщенный оттенок, который можно добавлять другие для того, чтобы создавать более теплую цветовую гамму, а также для девушек, которые обладают рыжим оттенком волос и хотят его подчеркнуть при помощи такого же оттенка бровей. Golden Brown. Золотисто-коричневый базовый цвет, который прекрасно подходит для девушек как светло-русой внешности, так и для глубоких брюнеток. В зависимости от консистенции может менять свою насыщенность. В первую очередь этот оттенок обладает легким золотистым оттеночком, но в основе имеет коричневый цвет. Натурально-коричневый, brown. Абсолютно нейтральный цвет, который можно использовать для всех типов, как холодных, так и теплых. Это нейтральный цвет, который не уходит в слишком серый или тепло-коричневый оттеночек. Можно смешивать с другими или использовать самостоятельно. Подходит как для шатенок, так и для брюнеток, а также можно использовать для среднерусых девушек. Dark Brown. Серый-коричневый оттенок, который прекрасно подходит для холодных русых, холодных брюнеток или глубоких брюнеток, которые предпочитают холодные оттенки. Очень красивый, можно добавлять в другие оттенки для того, чтобы сделать оттенок чуть-чуть более холодным. Серый-коричневый Dark Brown. Глубокий и насыщенный. Black. Насыщенный, темный, глубокий оттенок черного. Его можно использовать самостоятельно для глубоких брюнеток или же смешивать с другими оттенками для того, чтобы добавить им немножко холода и насыщенности. Это самый глубокий и самый насыщенный цвет во всей линейке. Хна Эко-Бьюти очень проста в своем применении. Достаточно просто добавить минеральный раствор или децеллированную воду. Конечно же рекомендую минеральный раствор Эко-Бьюти, который позволяет максимально насыщенно открыться всем оттенком хны. Три консистенции хны. Это жидкое, которое мы часто называем молоко, среднее соус и густая консистенция сметаны. Я подготовила три баночки для того, чтобы полностью показать вам все три консистенции. Упаковка хны для бровей содержит в себе флакон и насадку силиконовую, которую мы одеваем при первом вскрытии. Флакон достаточно просто открыть. Он сохраняет герметичность и после вскрытия хна имеет срок годности 6 месяцев. По стрелочкам я тяну за крышечку и срываю всю заводскую оболочку. Внутри имеется вот такая вот силиконовая пробочка, которую мы также удаляем, после чего она нам больше не потребуется. И одеваем флакон. Колпачок одеваем, чтобы он максимально плотно прижался. Он не сразу может у вас одеться, потому что он имеет такую герметичность. Вам стоит его хорошенько протолкнуть. Если вы чувствуете, что вам сложно его одеть, возьмите и снимите верхний колпачок. Таким образом воздух будет проходить легче и колпачок тоже легче оденется. Насадку нужно закрыть максимально плотно. Закручиваем ее до конца. Для этого потребуется вам некоторое усилие. Но колпачок закрывается максимально герметично, для того, чтобы хна у вас не портилась. Шесть месяцев дальше она будет храниться после вскрытия. Флакон абсолютно герметичный. Перед использованием мы скрываем. И после использования закрываем. Процесс разведения хны. Перед использованием мы снимаем колпачок, который создает максимальную герметичность. Переворачиваем флакон хны. И при каждом нажатии у нас высыпается хна. Одно нажатие, примерно одна доза хны. Для консистенции молока нам достаточно одного нажатия. Для того, чтобы сделать более густую консистенцию, консистенцию соуса, нам потребуется минимум два нажатия. Один, два. Посмотрите, количество уже гораздо больше. И для того, чтобы сделать густую консистенцию, нам понадобится примерно два-три нажатия. Раз, два, три. Вы увидите, что здесь количество хны гораздо больше. Флакон, когда переворачивается, хну не просыпает. Поэтому для того, чтобы вам высыпать хну, необходимо нажать на силиконовый колпачок. После использования закрываем. И он дальше хранится достаточно герметично. Далее нам необходимо добавить минеральный раствор и кобьюти. Я беру минеральный раствор. Для того, чтобы создать жидкую консистенцию. Здесь, помните, одна доза хны и примерно минимум три капли воды. В данном случае мне потребуется даже больше, потому что хны высыпалось достаточно много. Поэтому я еще две капельки добавлю. Будем мерить с вами исключительно по консистенции. Для того, чтобы создать консистенцию соуса, мне нужно будет 2-3 капли. Обратите внимание, количество для консистенции соуса может варьироваться. От пропорции 1 к 1 или воды может быть немножко больше, если вы хотите создать консистенцию жидкого соуса. Дозатор у минерального раствора очень мягенький, поэтому воды выходит совсем небольшое количество. И для того, чтобы создать консистенцию сметаны, я добавляю одну-две капельки водички. Теперь замешиваю. Начинаем с самой жидкой консистенции. Замешиваю до однородной массы. Обратите внимание, консистенция пока получается достаточно густая. Видите? Я добавляю еще небольшое количество минерального раствора Эко-Бьюти. Добавляю еще 3 капли. Хна очень экономичная, поэтому вам потребуется совсем небольшое количество для использования. Видите, консистенция стала более жидкой и прозрачной. Если вы хотите сделать окрашивание совсем мягким и невесомым, вам нужно еще больше воды, чтобы консистенция была как молоко. Совсем прозрачная. Обратите внимание, консистенция максимально жидкая. Течет по стенкам. Очень жидкая и очень прозрачная. На самом деле, можно еще даже добавить воды, если мы говорим про какие-то насыщенные оттенки, из которых вы хотите получить легкие. Консистенция молоко дает нежное, полупрозрачное окрашивание для блондинок. Такая консистенция никогда не даст вам темного оттенка. Обратите внимание, видите, какая она жидкая, водянистая. Такая консистенция подходит для очень светлого окрашивания, полупрозрачного. Иногда даже кожа не окрашивает, только волоски. А вот консистенция соуса более густая. Обратите внимание, сейчас у меня консистенция уже сразу более густая. Я добавлю еще воды. Мне нужна консистенция от соевого до гранатового соуса. Чем больше воды, тем светлее оттенок будет. Чем меньше воды, тем темнее оттенок будет. Замешиваю. Такая консистенция позволит мне красить шатенку или брюнетку. Это касается практически всех оттенков. То есть любой оттенок, чем больше вы добавите воды, тем светлее он у вас будет. Обратите внимание, какая здесь консистенция. Более тягучая. И давайте вспомним, какая жидкая вот здесь, видите, водянистая совсем. Для создания густой консистенции сметаны нам потребуется совсем небольшое количество воды. Сейчас добавлю еще пару капель. Одного флакона хны хватает до 150 применений. Очень экономичный расход. Видите, какая густая кашица. Это так называемая консистенция сметаны. Когда консистенция у нас очень густая и плотная, такая консистенция создает эффект татуажа. Очень плотный и графичный. Нельзя такую консистенцию использовать для светлого легкого окрашивания. Давайте сравним с вами все три консистенции. Жидкая, водянистая, смотрите какая. Средняя консистенция соуса. Самая приятная в нанесении. И густая консистенция сметаны. Смотрите. Смотрите. Смотрите.